Всем привет, меня зовут Аня, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Я довольно долго тянула с этим видео, но в итоге все-таки решила записать свой гид с идеями новогодних подарков, и в итоге получился довольно универсальный гид, идеи из которого, в принципе, можно применять к абсолютно любому празднику, к любому поводу, и дарить им в боевремя года. Поэтому, если ты сейчас находишься в поиске подарка, и у тебя нет никаких идей, то, пожалуйста, продолжай смотреть. И, как обычно, в начале видео я бы хотела сделать несколько дисклеймеров. За последние годы, мне кажется, очень многие из нас обросли большим количеством вещей, и при выборе подарка для вашего близкого человека, на мой взгляд, важно учитывать не только его какие-то интересы и ваше собственное желание подарить что-то, что, на ваш взгляд, является классной вещью, но и все-таки не захламлять человека, которому вы планируете дарить что-то, потому что зачастую многие вещи, которые нам кажутся суперклассными и интересными вот в этой вот новогодней атмосфере, они актуальны буквально неделю или две после праздников, и потом пылятся всю оставшуюся жизнь у нас на полках. Мне кажется, это очень важно с уважением относиться к пространству того человека, которому вы планируете дарить подарок, и все-таки стараться его не захламлять. И еще я бы хотела поговорить про контекст. Тоже, на мой взгляд, очень важно учитывать, в каком контексте живет сейчас человек, которому вы планируете дарить подарок. То есть, если, например, это ваш друг, который планирует в ближайшие месяцы переезд, то, наверное, это не очень хорошая идея дарить ему какую-то тяжелую книгу или набор посуды или какие-то супертяжелые домашние штуки, потому что это будет просто дополнительным весом при переезде. Либо же, наоборот, кто-то из ваших близких людей только недавно переехал, и сейчас как раз обустраивает свое жилье, и тогда, возможно, наоборот, очень классный подарок как-то помочь ему вот с этим вот обустройством и наведением уюта дома и подарить что-то, какой-то вещь для дома, либо же подарить просто сертификат в магазин декора или в магазин какой-то домашней утвари, чтобы ваш близкий человек смог выбрать себе подарок сам. Либо, возможно, ваши друзья, это молодая семья, у которых только недавно появился ребенок, и сейчас абсолютно все время, энергия, деньги уходят на привыкание вот к этой новой жизни. И, возможно, лучший подарок это будет ваше время и забота, то есть, например, заказать какой-то классный вкусный горячий обед или ужин домой, либо помочь с уборкой по дому, либо помочь посидеть, посмотреть за ребенком, если у вас есть такая возможность. Или, например, ваши родители, если вы живете в разных городах или вы довольно редко видитесь со своими родителями, возможно, вместо того, чтобы дарить какую-то вещь, которая, опять же, повторюсь, скажем, будет радовать глаз, например, пару недель, а потом все остальное время будет просто пылиться на полке, возможно, лучшей опцией будет создать какие-то общие воспоминания, например, привезти совместный уикенд, уехать куда-то на выходные, сходить вместе в баню, либо сходить вместе в какой-нибудь спа, на массаж, например, с мамой, либо даже просто сходить в кино и потом в какое-то кафе и уделить своим родителям или близким людям 100% своего времени, 100% своего внимания. Мне кажется, что такие моменты очень долго остаются в памяти и очень долго греют потом вот эти воспоминания. В общем, главный мой поинт, главная моя идея от этого долгого вступления была в том, что иногда и даже очень часто ваша забота, внимание выражается не обязательно в чем-то материальном, а в чем-то нематериальном, и ваше время, ваше внимание, ваша забота, ваше участие, оно может быть гораздо более ценно, чем какой-то подарок, который через какое-то время будет просто стоять на полке. И еще один последний дисклеймер, который я хотела бы сказать, так как здесь в YouTube у меня аудитория в большинстве своем русскоязычная, подборку брендов и подборку каких-то вещей я старалась делать именно российских брендов. Естественно, я понимаю то, что меня смотрят из Украины, из Казахстана, из других стран СНГ. Я уверена то, что в ваших странах тоже есть огромное количество классных ребят, которые горят своим делом, классных дизайнеров, классных брендов. Но я, к сожалению, не смогла изучить просто весь рынок мастеров стран СНГ, поэтому остановилась в основном на российских брендах. В основном это, конечно, бренды московские или Санкт-Петербург, но зачастую эти бренды предлагают очень удобные и быстрые доставки. Поэтому надеюсь, что все смогут для себя найти либо что-то понравившееся, либо просто вдохновиться и потом поискать среди местных мастеров что-то подобное. Поехали с идеями подарков. Итак, первый пункт из моего списка — это будет подписка на что-то интересное. Кстати, этот пункт подходит для подарка даже в самую последнюю минуту, даже за минуту до того, как можно дарить подарок. Это может быть подписка на какой-то классный журнал, например, очень крутой журнал Gentle Woman, который, по-моему, выходит то ли по триместрам, то ли по даже семестрам. Он делает доставку во все страны мира. Естественно, она как бы платная, но подписка стоит, по-моему, около 50 евро при условии доставки по всему миру. Особенно, если ваш близкий человек изучает английский и ищет какую-то интересную, интересные тексты современные, о современном мире, в современной повестке. Подписка на журнал может быть тем более такой, как Gentle Woman, где очень много текста, причем очень осмысленного, где пишут очень крутые авторы. На мой взгляд, это может быть очень классным и интересным подарком. Этот подарок будет длиться весь год, потому что журналы будут приходить периодически, то есть это не единоразовый подарок, а это что-то, что будет регулярно попадать в почтовый ящик к вашему близкому человеку. Более того, подписка может быть не только на журнал, это может быть подписка на какой-то сервис с книгами, скажем, на Litres, либо на Bookmade. То есть в основном это электронные книги, но сейчас очень много людей, которые читают на телефоне, либо читают на планшетах, либо читают на ридерах. Я лично всегда читаю только на Kindle, и подписка на какой-то сервис, где я могу просто безлимитно выбирать книги, мне кажется очень ценным и классным подарком. Либо подписка на сервисы такие как Calm, либо Headspace, если в арбийске человек уделяет внимание, очень заботится о своем ментальном здоровье, либо наоборот только задумывается об этом. Мне кажется, что подписка на такие очень крутые сервисы, как Headspace, где есть огромное количество медитаций на абсолютно разные случаи жизни, от медитаций, которые как расслабляют вас перед сном, до медитаций каких-то более сфокусированных на конкретный запрос. Подписка на такие сервисы, она может быть очень классным подарком, и опять же это что-то, что растянется, например, на целый год. Также в теме подписок я бы упомянула подписку на онлайн-курсы, либо на платформы с онлайн-обучением. Это может быть языки, это может быть графический дизайн, это может быть какая-то, опять же повторюсь, платформа, например, как Skillshare, либо это может быть онлайн-курсы от любимого эксперта или от любимого блогера. Это не всегда что-то, на что, может быть, мы можем выделить свои собственные деньги, но мне кажется, как идея для подарка, это может быть очень классной штукой. Но тут, естественно, нужно обязательно спросить вашего близкого человека, что ему было бы интересно поизучать, потому что так просто угадать пальцем неба, наверное, все-таки сложно. И заканчивая тема подписок, это может быть подписка и на VSCO, если ваш близкий человек любит фотографии, любит постить в Инстаграме, например, обрабатывать фотографии в VSCO, имеет огромное количество фильтров, и у них подписка годовая, по-моему, около 20 евро в год, с безлимитным доступом к фильтрам. Это может быть подписка на Netflix, это может быть, если уж совсем у вас хорошие бюджетные подарки, это может быть, например, какое-то программное обеспечение лицензионное на компьютер, скажем, Creative Cloud от Adobe, который, по-моему, стоит около 11 евро в месяц для Photoshop и Lightroom, либо это может быть вообще совсем крутой подарок, скажем, Final Cut, лицензионная версия, которая покупается на компьютер, чтобы монтировать видео, и так далее, и так далее. В общем, идея с подписками, она огромная, и сейчас опций просто огромное множество, и подарок может получиться действительно ценный и попасть в самую точку. Идея номер два, она, по сути, тоже похожа на подписку, но это скорее уже будет как абонемент. Абонемент, например, на йогу, в какую-то классную студию йоги, либо в какую-то классную студию медитации, либо в спортзал. Это подарок, который очень растягиваемый во времени, и который будет приносить регулярно очень хорошие как ментальные ощущения, так и физические вашему близкому человеку. И если вы знаете, что ваш друг или родственник ходит в конкретную студию йоги, мне кажется, сделать подарок и подарить либо какое-то определенное количество курсов, либо подписку и абонемент, например, на какое-то количество месяцев или даже на год, будет просто классным подарком, потому что это позволит вашему близкому человеку продолжать заниматься тем, что приносит ему радость, удовольствие, какую-то моральную разрядку. Третья идея — это подарить какой-то совместный опыт, совместный экспириенс, прожить что-то вместе. Я уже кратко упомянула это, когда говорила о быте и подарках для родителей. Опять же, это может быть какая-то спланированная поездка на уикенд, скажем, забронировать отель с какой-то интересной территории, возможно, с дегустацией вина, либо чтобы там был бассейн со спа или с бани. То есть как-то продумать, чем бы вы могли заняться целый уикенд и сделать такой кастомизированный отдых, небольшой вашему близкому человеку. Сюда же можно отнести что-то более индивидуальное, скажем, массаж, либо какой-то поход в спа, либо даже поход к косметологу. Любой экспириенс, особенно если это будет что-то сделанное вместе, помимо того, что это в моменте принесет радость от совместного времяпрепровождения и плюс воспоминания и фотографии, которые вы составите в этот момент вместе. Следующая идея подарка для человека, возможно, с какой-то активной гражданской позицией, которая действительно заботится об обществе, о каких-то процессах, которые происходят в обществе. Это может быть, например, донейшн, какое-то пожертвование в фонд, который занимается решением проблем, которые особо остро трогают вашего близкого человека. Ваш близкий человек, скажем, очень близко к сердцу принимает проблему бездомных животных, либо вырубки лесов, либо какой-то поиск и исследование лечения какой-то болезни. Возможно, хорошей идеей будет сделать пожертвование в фонд, который занимается решением той или иной проблемы. Возможно, в какой-то фонд помощи сиротам, детям с ограниченными возможностями. Возможно, помощь в фонд или приют бездомным собакам. Мне кажется, что донейшн, как пожертвование от его лица в какой-то фонд, может быть очень интересным, необычным и ценным подарком. Следующий момент, который мне тоже кажется очень классным подарком, это оборудование для хобби. Это может быть какой-то спорт-инвентарь, либо какая-то спорт-экипировка. Ваш друг или близкий человек подкастер, или хочет начать снимать видео, возможно, это классная идея. Подарите хороший микрофон, либо подарите хорошую карту памяти, либо внешний жесткий диск. Тут, естественно, очень важно задать вопрос и спросить, что действительно нужно, потому что техника зачастую, она очень дорогая, точно так же, как и спорт-оборудование, спорт-инвентарь. И очень важно точно знать, что нужно вашему близкому человеку, что у него уже есть, либо чтобы он хотел купить, на что копит и так далее и тому подобное. Тут прям 100% нужно узнать перед тем, как тратить деньги. Я считаю, что это супер-крутой подарок. Вы вкладываетесь в развитие талантов вашего близкого человека. И лично я сейчас обожаю такие подарки. И мне кажется, что на этот сезон я как раз-таки получу все, что связано с производством видео. Следующий момент довольно тоже простая идея, но которая, мне кажется, суперинтересной и нужной быту. Это пижама, либо какие-то носки. При том, чтобы лучше, конечно, чтобы это была пижама не с какой-то новогодней тематикой или носки не с какой-то новогодней тематикой, а более или менее универсальной, которую можно будет носить круглый год, чтобы эта вещь своими цветами, каким-то своим орнаментом радовала круглый год. Я думаю, что здесь огромное количество брендов, которые предлагают пижамы, особенно зимой. Мне очень нравится пижама Винни Кло, мне очень нравится вся домашняя одежда в арке, от в кос. Поэтому, если в ваших городах есть эти магазины, либо если они осуществляют доставку в ваши города, то обязательно посмотрите, потому что они очень хорошие по цене, очень хорошие по качеству и зачастую очень красивые. Следующий пункт тоже довольно очевидный и присутствует, наверное, во всех видах, но я не могла его пропустить. Это свечи, либо какие-то красивые, интересные подсвечники. На мой взгляд, когда мы стали жить вот в этих вот условиях пандемии, мы стали гораздо больше времени проводить у себя дома, мы стали как-то больше заботиться о том, чтобы создавать уют вокруг себя. И мне кажется, то что даже достаточно в пустых пространствах, либо в каких-то неуютных пространствах, свечи и какие-то вот такие вот маленькие элементы, они приносят какой-то теплоты, уюта и ощущение какого-то, я не знаю, какого-то объятия в любые пространства. Поэтому я советую вам обратить внимание на каких-то местных производителей свечей. Сейчас очень много как мастеров, которые делают фигурные свечи, какие-то абстрактные, либо какие-то очень геометричные, из натуральных ингредиентов, из соевого воска, либо из рапсового воска. Таким образом, вы поддержите и какое-то небольшое производство в вашем городе, сделаете хороший подарок, который действительно будет использован, и добавит уюта, какое-то тепла в доме вашего близкого человека. Следующим пунктом я выделила универсальную косметику. И под универсальную косметику я имею в виду не какую-то декоративную косметику, либо даже уходовую косметику, которая действительно зависит очень сильно от конкретного состояния кожи и конкретных потребностей вашего близкого человека, друга или подруги, а что-то более или менее универсальное. И в последнее время мне очень сильно нравится твердая косметика, то есть, например, твердые шампуни, твердые бальзамы для волос, твердое мыло, твердые как гели для душа. Поэтому я поискала несколько российских брендов, которые делают очень, как бы, классные и универсальные шампуни твердые, либо какие-то твердые мыло, и нашла несколько. Возможно, я сейчас неправильно что-то произнесу, но я обязательно оставлю надписи, ссылку на инстаграмы вот этих брендов. Мне понравился Laboratorium Cosmetics, у них есть твердые шампуни, тоже на разные типы волос. Мне понравился бренд Crickle, или Crickly, тоже с твердыми шампунями. Естественно, у Lush есть огромный выбор твердых шампуней, бальзамов для волос, мыла и так далее и тому подобное. Ну, и оставлю ссылку на бренд Rose, который мне очень сильно нравится. Мне нравится эстетика этого бренда, мне нравится, в принципе, сам брендинг, мне нравится их упаковка. В общем, обязательно посмотрите. Классный бренд, классная у него основательница, и я вот уже несколько месяцев пользуюсь твердыми шампунями этого бренда, и я просто в огромном восторге, потому что это позволяет мне, во-первых, брать с собой мой любимый шампунь, даже вручную кладь, он не занимает место, он просто кусок твердого мыла, то есть это не какая-то жидкость. В общем, я очень сильно довольна, и дарила уже нескольким подругам эти твердые шампуни, просто что-то они попробовали, и мне бы тоже хотелось что-то подобное получить в подарок, потому что это действительно классная штука, которая вкусно пахнет, занимает очень мало места, и без пластика. Следующий, наверное, единственный сезонный какой-то подарок, который мне кажется очень классным, это шапка, либо копор, либо балаклава, либо какой-то шарф. Занимила нога. Ну, а если вы проживаете в холодных регионах, в России, в Украине, в Казахстане, мне кажется, что это прям супер подарок, особенно я вот поискала и нашла столько крутых брендов, которые как бы делают ручное производство, очень классное, очень интересное, с безумно крутой эстетикой самого бренда, с классными съемками, с классными лукбуками, классные цвета вещей, хорошие цены, в общем, я тоже выбрала несколько брендов, мне нравится Яло, мне нравится Лава, очень классная такая крупная вязка, либо интересные цвета, необычные орнаменты, шапки и копоры в чеке хэд, мне нравится Мир, это бренд вообще свитеров безумно крутых, достаточно дорогих, но тем не менее, и вот у них тоже есть несколько головных уборов, вот в их стиле, в их эстетике, из чего-то более классического мне понравились шапки, копоры в бренде Studio 29, ну и плюс есть очень классные варианты в магазинах Хос, либо Аркет, в Азу Сторис, мне кажется, что если ваш друг или подруга модник, то копоры или какая-то прикольная шапочка могут быть очень классными вариантами подарка, следующая идея подарка это набор для какого-то утреннего ритуала, и под утренним ритуалом я здесь имею в виду, это какой-то кофейный ритуал, либо чайный, либо может быть мачо, если ваш друг или близкий человек любит кофе и любит его пить дома, то очень здорово подарить, например, Кемекс, либо какой-то другой набор для слоу-кофе, классный подарок подарить набор для мачо, если это кто-то, кто любит мачо и любит ее делать дома самостоятельно, то есть подарить прям и венчик, и сам этот Волл, и, возможно, какой-то классный бренд самой Мачи, либо же подарить какой-то классный чай, либо чайничек, да, даже вместе с чаем. Подарок, который, опять же, будет использоваться, скорее всего, ежедневно, если ваш друг действительно любит все эти штуки и постоянно будет напоминать о вас. Следующим пунктом я бы хотела выделить керамику, в принципе, во всех ее проявлениях. Мне кажется, то, что керамика — это суперклассный подарок, особенно сейчас. Сейчас, опять же, повторюсь, то, что многие из нас проводят больше времени дома и стараются себя окружить какими-то красивыми объектами. Вот керамика, особенно какое-то ручное производство, мне кажется, они добавляют какую-то дополнительную изюминку в каждый интерьер, и когда у вас какой-то суперклассный бол, который вам постоянно радует глаз, и вам приятно из него есть, человеку, который действительно ценит такие вещи у себя дома, подарить какой-то классный либо элемент декора, то есть какую-то вазу, либо какую-то, может быть, посуду, кружку, которая станет частью его ежедневных каких-то рутин домашних. И я, подготавливаясь к этому видео, нашла огромное количество суперклассных брендов керамики. Я обязательно оставлю ссылки на них на все в описании этого видео, но вот некоторые, которые я особенно выделила, это, например, Нежно Керамикс. Это российский бренд, по-моему, из Санкт-Петербурга. Основательница этого бренда Лена Медведева, она делает как вазы, какие-то достаточно такие абстрактные фигуры и скульптуры из керамики, так и какую-то посуду. Плюс, что мне нравится в нежной керамике, помимо самой керамики, помимо посуды и помимо декора, они предлагают еще и мастер-класс. Можно подарить сертификат на мастер-класс, либо можно подарить сертификат на покупку керамики. И сертификат выглядит очень красиво, прям действительно суперклассно оформлен. Я оставлю где-нибудь здесь фотографию. И мне кажется, что это очень классная идея, подарить вашему близкому человеку вот этот вот экспириенс, пойти и сконструировать себе, например, самостоятельный набор посуды в красивом пространстве, с классным мастером, в хорошей компании, в удобное ему время. И говоря о мастер-классах, я выделю еще один бренд керамики, который называется Rustic Fog, как деревенский туман, наверное, переводится. Это мастер Владислав Суровегин. Он также проводит мастер-классы, то есть можно подарить сертификат на обучение керамическому искусству, которое проходит либо в Москве, либо в деревне, потому что я так понимаю, что его основное ателье находится где-то во властях, где-то достаточно в удаленных от больших городов пространстве. И у него же можно купить керамику, посуду. Вся посуда сделана вручную, то есть она вся уникальная, и вся такая достаточно как ро, да, то есть не какая-то гладкая, отполированная, а очень такие интересные формы, цвета. В общем, советую вам посмотреть обязательно на его бренд, который называется Rustic Fog. И еще несколько брендов, которые очень мне понравились. Это Agami Ceramics, Polemica Ceramics, Knock, Odaria Daria. Очень прикольные у нее тарелочки с фруктами, с овощами, очень яркие по сравнению, например, со всеми предыдущими брендами, которые достаточно минималистичные, такие либо абстрактные. У нее более такой какой-то яркий цветной бренд, который тоже... Либо же, если керамика вас меньше интересует, либо вы уже ее дарили, можно рассмотреть какой-то другой вариант, например, какую-то стеклянную посуду. И, скажем, Red Solid Water Home, тоже оставлю на него ссылку, который делает очень красивую стеклянную посуду для дома. Опять же, достаточно минималистично, очень красивая у них эстетика и брендинг. Советую посмотреть. И раз уж мы заговорили про дом, но, опять же, повторюсь, что здесь важно не захламлять, либо как-то более осознанно подходить к выбору подарков для дома. И вот несколько подарков, которые мне кажутся интересными. Например, есть наверняка знакомый вам магазин, потому что даже я много раз слышала его упоминали в каких-то подкастах, либо в каких-то подборках. Котомка Zero. Это Zero Waste магазин в Москве, по-моему. Возможно, уже есть и в каких-то других городах. Я, к сожалению, не знаю точно. Но там очень много классных, прикольных штук для дома. От твердой зубной пасты до бамбуковых зубных счетов, многоразовых пакетов и так далее. Для человека, который действительно интересуется вопросами экологии, вопросами снижения мусора, который мы производим ежедневно. Если ваш друг интересуется этой темой, мне кажется, очень классно подарить ему какие-то подарки для дома, либо просто подобрать какой-то сертификат из этого магазина, чтобы ваш близкий человек смог там себе выбрать какие-то подарки. Еще мне очень нравится идея подарить какой-то красивый набор постельного белья из натуральных тканей. Тут мне очень понравился бренд The Dot Home, который делает очень красивое постельное белье и текстиль для дома, в основном из елина. И последняя идея подарков, которая пришла мне в этом году, это фотокнига. Я уже сама несколько раз дарила своим родителям фотокнигу, и каждый раз это довольно простой подарок, ничего особенного, но каждый раз он вызывает очень много эмоций, особенно если, скажем, в этом году вы провели какие-то особенные моменты с своим близким человеком, и все это есть как-то на фотографиях. Очень здорово пересмотреть это все в печатном каком-то варианте, в осмысленно подобранном порядке в этой книге, в общем, иметь какую-то вещественную память, вот этих вот ценных моментов, которые вы провели вместе. И мне кажется, фотокниги — это очень классный вариант. Периодика, естественно, делает самые крутые фотокниги. Я не знаю, если сейчас возможно еще как бы получить вовремя от них фотокнигу, но они однозначно лидеры, и просто суперклассный у них и сервис, и дизайн. И я действительно от всей души советую вам рассмотреть опцию фотокниги для вашего близкого человека, особенно для родителей, либо для бабушек, или для дедушек, потому что это как раз-таки люди из поколения, которые еще как оффлайн, да, которые любят распечатанные фотографии. Я думаю, на них произойдет это большое впечатление. Чтобы сделать фотокнигу, нужно пролопачить огромные архивы фотографий, но вот эти эмоции, которые вы видите на лице человека, которому вы будете ее дарить, они бесценны. Даже вам просто самим перелистывать эту книгу за этими общими воспоминаниями доставит огромное количество удовольствия. Вот, пожалуй, все идеи подарков. Я приглашаю всех зрителей этого видео оставить, может быть, свои какие-то идеи в комментариях под этим видео, потому что, естественно, одна голова хорошо, а много лучше. Что вы дарили, либо что вы планируете дарить кому-то из ваших близких, возможно, для кого-то именно ваша идея будет ценна и актуальна. И, как обычно, в конце видео я хотела бы сказать тебе большое спасибо, что досмотрела или досмотрела это видео до конца. Если оно тебе понравилось и показалось полезным, пожалуйста, поставь ему лайк, либо оставь какой-то комментарий внизу. И если ты регулярно возвращаешься на мой канал, но еще на него не подписан, пожалуйста, сделай это сейчас, потому что это очень помогает продвижению моих видео, и каждый новый подписчик — это большая радость для меня. Желаю тебе провести эту последнюю предновогоднюю неделю радостно, классно, без большого стресса, чтобы все у тебя получалось. Крепко тебя обнимаю. Увидимся на следующей неделе. И пока-пока. Пока.